Так презентация аппарата Раифа. Сейчас будем смотреть сам аппарат, как он выглядит. Здесь у него получается два электрона и один электрод еще идет. Также на ноги. Так, сейчас мы его включили. У нас еще работает осциллограф. Все частоты тестировались. Сейчас он у нас подключен. Сейчас выбирается программа, к примеру. Так, мы сзади. Так, мы сзади. Так, мы сзади. но сейчас он у нас запущен здесь идет регуляция мощности используем один электрод и на ноги там красная стрелочка показывает чистоту но на это чистота переходит плавненько и через 15-25 секунд на 30 секунд сейчас установлено там можно выставить сколько угодно там минуты там прочее просто понадобности на выставляешь уходим с 2400 на 212 выставляем форму сигнала какую надо синус меандр треугольник синус это случай когда надо нам скажем поправить сердечный ритм да или там поддержку печени до сотворить когда ставим синус если у нас надо убить какого-нибудь патогена типа там стафилококка стрептококка паразита какого-нибудь тогда ставим меандр потому что он для них убийственные да синус он мягкая частота он для поддержки чего-то ну тут и выбираешь вот форма волны да здесь есть надпись на английском данный момент стоит меандр что мы видим зеленая верхняя частота вообще ребята пора ударить по беспределу фармацевта врачебному беспределу который нас объектом своего бизнеса творят хотят вижать постоянными клиентами заделать что мы платили не увеличивать а только подлечить чтобы опять приходил что приходил больше что платила 5 и опять и никогда не был здоровым надо чтобы прекратить вот и ударим частотами райфа по беспределу по беспределу форматистического бизнеса да 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 поэтому всего-то электричество которое тут почти что он ничего не стоит да и и не тратим мы получаем эффект куда более и нам не надо платить ими здоровый при этом здесь вот только что было видно как меняется частота на да это так чувствуется руках на ногах хотя там вольт авто никаких нет в общем 12 вольт да ну частоту чувствуешь если скажем поставим частоту ну виде сигнала видя синуса тут ничего не чувствуешь практически вообще ничего потому что вольт авто нет а вот меандер он с острыми концами и он как раз то является убийцей наших нет ну наших патогенов до ну часа он перешел уже до на 732 800 до он постоянно меняется вот здесь видно да вот там где желтенький там уже прошел путь тут мы добавляем убираем да вот скажем я убираю сейчас да скажем хочу я в этом другую частоту могу бить из это потом смотрим вот ну вот гепатиты например да многих мучает очень неприятная вещь хелико вот смотрите хелико ага гастрит но это очень серьезный да это в основном у людей за то что они очень неправильно питаются это очень но это не питание это иммунитет больше гастрит вызывает конкретные бактерии это называется хелико бактерии ну питание там тоже конечно это все то что сейчас магазинах продается это конечно в пищу даже на западе были тесты 90 процентов то что продается в магазинах питание использовать в обходе за хелико да есть видно оттуда так шоссе привет притягиваю да вот они хелико потом смотрим тут дальше гепатиты cc1 обе смотрит герпесы герпесы да они очень герпесов много-много симплекс это герпесы которые у нас на губе выскакивает ну а есть еще и те другие герпесы ну герпес зостер например это открытый от ветрянки еще до их тоже несколько видов их они сажают нас и муку нашим учит грузит на создание наш организм довольно таки серьезно так ну поставим что-нибудь из нами найденного где-то билетель ну ладно папу в общем тут где-то ищу-двейссит но и разный вот хелико вот не нажали на них у нас появились частоты не загрузили буфер открыли буфер выставили время здесь стоит время 55 минут ну нам столько не надо каких-нибудь там пять с половиной минут сколько даем двухсторонний сигнал всего-то это так и хватает потом смотрим у нас сквайр да меандр здесь мы можем синус выставить до сына здесь есть треугольники разновидности немного острота сигнала вот тут хамминг ну это такой острый ударчик но он для патогенов бред более вредный там нельзя мягкий ставить загрузку нажимаем вот она пошла вот она идет опять таки уровень набираем то есть мы как бы сейчас уже бьем по этому наглому хамскому бизнесу который в наши дни распространяется когда нашу здоровый объект объект заработка становится объектом заработка очень-очень просто по круча крутя потенциометр мы сейчас бьем по международной мафии фарма индустрии вот вот эти сигналы вот эти острые края особо и больно бьем это бизнес конечно он сейчас если советское время аптека была одна на район то что с каждом магазине аптека продается питание плюс что эти лекарства которые вообще толку никакого ну да лечит симптоматику практически не болезнь просто при многих заболеваниях есть боли там суставах есть боли в горле и так далее то вот выписывается лекарство против боли и же нет у вас же меньше болит значит у вас лучше но не лечит саму само заболевание симптоматику мы сейчас даже какие-то были исследования практически 80 процентов или 90 лекарств которые практически вот только симптоматику так она есть и при том они стоят такие деньги лечит то нас антибиотики когда-то их и выписывали в случае заболевания сейчас нет нет только симптоматика пусть ну и антибиотики кстати ничего не стоит они дешевые эти препараты для симптоматики они очень дорогие там внутри ничего нету такого ну просто понятно у кого-то от это очень хорошо доживется очень богата и покупается да там самолеты мне по барабану есть яхты нет я но потом ну не ну ты прикинь вот у нас у нас достало это упадь папа дедушка этому улайн фарму на там такие машины стоят со 200000 евро без проблем стоит очень дорогие да ну пусть катается хоть на дорогих хоть на жигулях старый ну достало то что каждая походка врачу стоит там очень дорого он тебя выписывает рецепт почему-то на следующий раз ты опять что получить рецепт должен к нему записаться заплатить за прием он тебе просто выпишет рецепт он же за первый раз мог тебя выписать столько сколько надо ну так нельзя надо все повторно по полной и так далее и так далее ну вот так так что надо бить надо до острыми сигналами острыми краями автор этого всего доктора и дважды был номинирован нобелевской премии но он был человек который родился раньше своего времени он был очень нелюбим в научном мире хоть у него много очень изобретений но его судьба где-то похожа на судьбу теслы не хотели его никогда признать поскольку опередил время слишком ну и закончилось все что его лабораторию сожгли и самого избили настолько сильно что он скоро и помер это после того как он судился и суд выиграл с американской с американским обществом врачей предводительством никого морисона который после того как проиграл суд поклялся но если не так то по-другому как-нибудь но мы с ним справимся с ним ну то есть они не хотели потерять своих клиентов у них не нужны здоровые люди которые не болеют у них нужны больные хронические особенно что пациент так сказать на всю жизнь клиента есть они пациент привязать его его кошелек на всю жизнь на это это сейчас убрал тут ну в общем таким образом да мы подвод под боку нажимаем на бок у нас выпрыгивает все заболевания примеру мы сейчас мы берем так сейчас тут сейчас мы берем учага гора вот тут аденовирус например да и прочее их очень много давайте сейчас просмотрим на букву на буква что у нас на букву б пройдемся ну то же самое посмотри посмотреть трудно будет видите просто хорошо видно это очень хорошо видно на цель вот на цель букву вот канцеры огромное количество канцеров это раки да это рак и по ракам надо быть квадратным сигналом то есть миандром на букву c так на цель на д ну и так далее по алфавиту идем находим не знаю диагноз находим патоген или например вот скажем барахлит сердце что-то не так это буква аж ферда вот она ишим это сердце у нас вот для сердца скажем такое 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 если просто не известно что со сердцем вот генерал мы берем генерал генеральский вариант загружаем а тут немного частот интересно она очень эффективно это это райфу было понятно и он увеличивал ну больше чем кто-либо когда на поэтому он и был ненужный нужный человек это как человек который не стал продавать автомобильные шины которые никогда не изнашивается но недавно уже разработанных ну к примеру да там опять таки нажимаем загрузка а стоп делаем например вот это лечение они не убиваем патогенах война лечь им ставим форма сигнала синус запускаем вот у нас пошел свинус вот его видно на экране перейдет 20 герц вот мы делаем то есть силу сколько сидел должен быть сигнал просто по ощущениям ну правда синус не чувствуешь там нет острого этого удара главное вот при всем должна проходить вообще-то какое-то обследование у врача и знать какие конечно и заболевания так да если известно диагноз известен то не проблема набираешь нужное запускаешь и где-то в день по 12 15 минут все это можно утром и вечером делать о том смотря хочу за заболевание вот у кого гепатит мощный я знаю кто увеличивался ну по 40 минут в день но то есть мощный гепатит c до 40 минут два раза день чувак сидел потому что жить хотел свежить хотел как у него получилось на десятый день говорит я поднимался на четвертый этаж и у меня была сильная одышка до через 10 дней я забегаю на четвертый этаж и у меня вообще нет никакой как будто и я не бежал на четвертый этаж а как он лекарства какие-то вообще-то из из использовал как использовал использовал в конце концов прошел еще инфекционной больнице курс лечения и был здоров но била у него то что у него все показатели стали такие очень нормальные на вирус он носил он райфом пользовался и он пользовался другой программой которая была написана сон форже не были все нужные частоты вот у матери был то есть может и и он вылечил может быть не вылечил но то что у него очень большой прогресс был заболевание стало куда меньше и потом проходя инфекционной больницы курс лечения то у него там все быстро исчезло вообще у моей матери был рак груди и он имел три отростка этот рак после обследования и она два месяца пользовалась частотой тоже еще самодельная на сон форже написанной и когда сделали операцию был просто круглый рак которого вырезали без без единого отростка ну да когда делали там сканировали рентген там прочее тогда у него показывали три ответвления но и больше не было этих определений это удивительно даже два месяца это конечно но она тоже сидела два раза в день по 35 минут ну если бы тогда тогда не было все частоты у нее была применим на 1 частота оказывается принципе но в комбинации частот тогда это эффективнее ну вот скажем вот для сердца вот так ставим синус там и для печени такая же программа есть и там для почек женщины вот болеет вирус папиллом муж для мужчине а фабиона там ну не опасен вот он тоже их поле кто увеличивается лекарственного в общем принципе а какие вообще были вот эти но показания он по времени сколько вот они папиллом из вируса сколько два месяца и все здоровы неважно мужчина женщина никакого папиллом из вируса и больше не нашли никогда и при повторных анализах не нашли у женщины зевает рак груди и рак шейки матки но они как использование использовали раз в день на по 15 минут или два раза по моему они раз день пользовались по 15 где-то минут два месяца и никакого мужик у которого был папиллом из вируса имеет несколько разновидностей у него было папиллома на почках которые вот и он не мог вылечить эти почки поскольку давление у него все время больных почек было лет десять за два месяца он вылечил полностью и но это конечно результат серьезный почки порядке а что что-то говорят те же самые ну официальная медицина не это умалчивает вообще-то такое это официальная медицина вроде бы и так они не отрезают это сертифицированный европе метод в германии это дорого просто один сеанс 90 евро евро стоит ну я лично это не видел но мне говорил вот тот у которого била билете почки больные его сестра в германии работает врачом 15 лет и и он с ней перед тем как начинать проконсультировался что это такое вот она ему объяснила да есть такой метод но дорого у нас стоит я еще знаю что беларуси большими большими с большим эффектом применяется в больнице эта система в беларуси именно а у них те же самые частоты или в принципе как-то они там частоты эти все не может быть там других частот поскольку у патогена есть конкретная его ему опасная частота потому ну смысл другую частоту пускать никакой вот этой конкретной частотой его и забить ну в принципе беларусы используют и те же самые на руси которые да но райфа это метод райфа и продолжитель была кларка которая есть сейчас ее сын но не продолжает в америке они не могут потому что после того как райф скончался там эту план посадили она там отказалась в суде что там свидетельствовать против него и закончилось все том что она уехала в южную америку и там открыла лабораторию и сейчас ее сын в принципе все частоты идет еще от райфа потом что-то добавила находила кларка вместе со сыном да вот и они неизменны находили их так как у райфа был очень конкретный микроскоп в наших них так днях так нет нельзя увидеть микроскопе предмет который меньше длины волны света по размерам поэтому райфа пускал два ультрафиолета разной длины получал промежуточную частоту в которой высвечивался живой вирус и он мог под стеклышком видеть как он шевелится двигается и вот тогда райф пускал через через этот через вирус да этот сигнал и находил для каждого убийственную частоту но потом когда сожгли его лабораторию такой микроскоп больше никогда не построен нету такого есть электронные микроскопы на там они электронный поток убивает моментально же любую бактерии или вирус который там поставить ну вообще на мне шевелится ну ну лабораторный методом просто позже продолжали имея пробирку с патогеном ты можешь определить просто пускай разные частоты они перестают множиться если это вирус если бактерии это видно микроскопе если вирусы и он слишком маленький они продолжают расти или все померли все так получается что прошло сколько сколько лет прошло уже после убийства райфа семьдесят втором году у него не убили он помнит там его избили но это тоже ну да то же самое так получается что он вот эти все частоты вычислил благодаря своему микроскопу да и сейчас такой уже создать просто ну при получается или официально его он не строит такой но он был это было большое устройство там было где-то около 6500 деталей да это он должен был выделить промежуток есть в радиотехнике такое понятие промежуточная частота она во всех радиоприемниках там используется так далее а он использовал выделял промежуточную частоту из ультрафиолета потому что ультрафиолета длина волны там меньше чем вирус по размерам ну мы не видим ультрафиолет он смешивал два луча ультрафиолета которые перекрестились видимо прямо на этом патогене и таким образом выделил промежуточную частоту которая в нашем видном спектре уже и получил очень четко и ясное цветное изображение ну как он именно вот до точности до его в общем-то не зря конечно два раза выдвинули на нобеля да ну вывинути но не дали им ни раз потому что принципе не не нравился в научном миру своими такими и там изобретений разных сильно много и как правило они выделялись они не своевременно были раньше но не были опасны скажем те же самые индустрии которая принципе сейчас вот делала огромные деньги просто на незнание людей да но если шоу тоже продолжение этого же райфа там генерируется уже радио частотой начиная где-то 180 килогерц до 700 килогерц когда можно генерируя эту частоту и пропускает через это это не просто там надо высокая частота во-первых по поверхности только перемешается она не заходит внутренний опыт поэтому надо ей добавить низкую частоту которые там внутрь зайдет все таки неся с собой высокую при этом уже для цели для объекта который должен получить это ему надо придать потенциал еще до относительно этой же частоты чтобы она стремилась туда ну можно но есть такой образец построенный пока в одном экземпляре который надо дорабатывать но это возможно но это технически сложно как получается вот те же самые скажем в интернете что там продают какие-то вот китайцы что-то там производят там вот есть какие-то аппаратики у них там продаются да что-то там по техническим данным что-то было полтора или два войта на сторонним импульсом пользуются вот расскажи вот про это с чем это связано и чем твой аппарат отличается от их них аппаратов да да не знаю почему но кларка пишет что надо пользоваться односторонним импульсом да но на односторонний импульс мы можем давать мало мало напряжение ну что иначе возникнет ток который вызовет электролиз то есть всегда односторонний импульс также вызывает электролиз электролиз вредный во первых физически неприятно что вот будет ощущение что обжигает руки там ноги где-то так да если мы дадим побольше мощности на электролиз это когда у нас в организме начинает появляться там хлор и водород да соль которая на у нас крови начинает разлагаться да и гидрокис натрия это все вредно это нельзя поэтому кларки указывает там два три вольта все больше нельзя но эти два три вольта не убивает патогенов это слишком мало я не знаю почему не пользуется двухсторонним импульсом двухсторонним импульсом не надо сидеть 40 там 50 минут в день там хватает пять-шесть минут просто ты можешь дать мощность достаточную чтобы она убивала патогенов и то же самое время двухсторонний импульс не вызывает никакой электролиз не физик школьный курс все знаем что постоянка вызывает электролиз ну переменка которая у нас в сети она не вызывает потому что верхняя полуволна положительная нижняя полуволна отрицательная на этом все да надо чтоб они били в одной стороне всегда был плюс другой минус тогда начинается электролиз если у нас импульсный сигнал идет то у нас снизу всегда минус и сверху всегда появляется плюс в момент импульса импульс закончился тишина опять появился плюс и он вызывает электролиз такой же как постоянный ток сейчас и даже воду очищают с помощью электролиза есть такие аппаратики которые там разделяют две емкости одна живая другая мертвая вода и принципе там она вот именно пахнет хлором да вот там не живая она пахнет хлором потому что там тоже соль были разбиты на составляющие и так пользуясь двухсторонним мы избегаем электролиза и можем то есть можем дать больше мощности при этом и получить то есть нельзя маленьким камушком разбить окно можно кидать 100-200 раз маленьким камушком окно все это будет порядке ну если хочешь выбить окно надо брать камушек побольше то же самое с патогеном если ты его хочешь убить если ты его маленьким молоточком стукаешь но у него больно но не помирает возьмешь побольше молоточек ну стукнешь один раз все больше не надо а вот расскажи про свой аппарат скажем как и какие у него технически характеристика какое что он выдает какой у него твой вольтаж на то что мы видели то он и выдает рабочая рабочая на круга 12 я просто у владимира его попробовал ну может он произвести частоты все нужные и нужные ну вот вольтаж да вот здесь здесь стоит вот этот потенциометр на который ты крутил там в принципе вольтаж и у него какой сейчас вот примерно если вот и и на 6 и все на больше не надо частота частота убивает ну тогда и принципе можно ставить и меньше вольтаж или все-таки как не можно меньше ну тогда будет коксу поменьше можно больше ставить коксу будет больше в принципе тут не важен вольтаж вот тут есть потенциометр его крутишь пока вот чувствуешь колбасит могу еще больше сделаешь больше о вов сейчас хорошо колбасит ну в общем это и есть то что убьет патогена и и каждый ну сам как как ему комфортно но есть такое что здесь просто можно этот кокс давать много а с односторонним импульсом нельзя много начинается электролизе он сразу неприятие моментально его чувствую он опасен тоже принципе ну как бы ну нежелательным нежелательным что односторонний импульс но и большим взялся он вызывает электролиз все это опасное явление для организма если она там ну два три вольта конечно там мизерный и ничего такого не будет ну и патогенов не побьет особо ну слишком малая напуга на какой-то ток там должен быть да совсем абсолютно без толка но не побьется ничего не можем маленьким маленьким камушкам бибить окно но это получается у тебя получается универсальная такая разработка до которой принципе в мире нигде еще даже есть будет у меня другая немного то то будет иная до такой нету снаружи то отличаться не будет ну да что внутри главное что внутри там там будет использоваться ток немного иной природы ток который не имеет средней точки он похож на студий что такое он очень активно входит взаимодействие со всем что соответствует его частоте настолько активно что он вызывает резонансные явления с обычными потребителями если ну и его там видимо надо будет сильно меньше потому что он очень активен если кто-то попадется на пути такого разъяренного тока под какого-нибудь фармацевта на его пути да это фармацевты они конечно расстроены или врача не чистого на руку и задать там побольше ай-яй-яй как будет жарко как санит да это в целом то я как бы все рассказал да что основные вопросы да еще такой момент в принципе вот скажем какие вот есть техника безопасности работы с этим аппаратом потому что это очень ну как бы такой вроде все здесь очень просто и как бы ну такие вопросы тоже могут быть заданы вот какая техника безопасности техника безопасности все то же самое что при пользовании бытовыми электроприборами то есть водой не поливать да не надо поливать водой не надо пользоваться феном когда вы моете с ванней да ну и похожие случаи похоже и ничего другого в общем то так и сколько там получается частот в этом программе которые мы вначале посмотрели я не считал но где-то 1200 вообще то ну а в каждой для каждого заболевания там ну довольно таки по-разному для некоторых случаев там пять часток для некоторых случаев по двадцать часток да смотря в чем ну это получается весь альфабит альфабит да под буквой стоит заболевание которое начинается с этой буквы ну может быть сейчас пройдемся быстренько по всем по всем и не сможем 1200 ну это но это получается ну как буква а b c d e и так далее и нажимаем и уже нажимаем нажимаем на а вот у нас идет список ну вот на а но длинный длинные очень как бы такие основные длинные а тут практически все заболевания которые на бопу б Я не знаю всех, тут очень много их даже. Тут есть заболевания, которые не часто встречаются, ну понятно, есть все заболевания, которые часто встречаются. Ну да, основные... Вот Эйколы, например, раз, два, три, четыре, пять. Нажимаем на любую из них. Ага. Для Эйколы смотрите, сколько частот, комбинация их сразу готова, да. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 частот для Эйколы, да. Я даже на название такое еще надо их изучать. Ну, есть экзема, например. Но экзема это не паразит, это организм надо поправить. Нажимаем на экзема. У экземы всего-то три частоты. Но ими тогда надо пользоваться синусом. Энцефалитис. А, это очень опасно. Для энцефалита одна частота. Ну, особенно, да. Эндокрина. Ой, тут много. Но эндокрина это такая программа, которая будет влиять на железы наши. Для, как сказать, поправить их работу. Вот. Тут еще какая-то. Вот. 686, 409. А, энтеровирус. А, энтеровирус, он злобный вирус. И энтеровирусы есть у всех у нас в организме. Ну, здесь это очень много. Там даже не будем считать, там больше тридцати. Больше тридцати, явно, да. Ну, и так далее. Ну, по всему, то есть... Вот, нажимаем. Их много. Ну, тут получаем сразу же эту комбинацию, да. Ну, хорошо. Замечательно было. Очень интересно. Если у людей будет еще вопросы, мы это все запишем. Нажимаем. 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 И потом снимем, снимем еще один видео. Так что, сейчас у нас идет по... Что мы сейчас взяли? Ну, я просто там включил. А, на любую, да. Ну, так, то есть, их там очень много. И пользоваться очень просто. Ничего такого сложного нет. Ну, главное, надо иметь компьютер, даже переносной. Да, не важно какой. А в тех же самом телефоне телефон можно использовать? Ну, mp3 можно использовать, да. Если в телефоне есть и mp3, то можно. Ну, это замечательно, потому что не всегда, что ты будешь с собой компьютер таскать, да. А так вот, телефончики сейчас уже у всех, и с фотоаппаратами, и с видео там, это все уже есть. И mp3 там. Да. Можно, конечно. А объем, скажем, той же самой программы? Ну, да. Сколько там гигабайт получается? Как-то смотрел? Ну, я не смотрел. Ну, небольшой. Ну, это немного. Ну, 4-5 гигабайт больше там не будет. Не знаю. Я просто не смотрел. Ну, да. Потому что, ну, как бы, ну, это же не видео формат, он должен быть очень маленький. Конечно. В mp3 формате, да. Ну, это очень замечательно, что есть такие люди у нас в мире, которые, вообще-то, не только, как бы, ну, занимаются славобудием, вот все плохо, все сволочи, негодяи, а они еще занимаются, они еще что-то строят, что-то изучают, предлагают людям. Самое главное, что проверяют, я так понимаю, что, Янис, ты сам вот это проверял на себя, на своих родственниках это все, да? Ну, я просто перенес грипп на ногах, и после чего стала воспалиться сердечная мышца, и так это шло несколько лет подряд, весна-осень, весна-осень, мучительно. Должен к врачу, должен антибиотик, и потом прочитал про этот метод случайно. Ну, как прочитал, так быстренько сконструировал первый прибор. Частоты можно было в компьютере, в общем, нарисовать, в звуковой программе саундфорджа. Да, у тебя аппарат тоже вот здесь есть, осциллограф, там, в принципе, так... Он сейчас не нужен, от 5 минут до 2 часов. Ну, не маленького роста, мне же по 2 метра, прикинь, пока там только пройдет это время. Вот льется, как березовый сок по весне, да? Насморк. 5-6 минут, и все. И просто его больше нет. Не, ну, насчет насморка я сам на себе проверил, это вот, в принципе, очень хорошо работает, это да. Это удивительно. И также любой орган, который воспаленный, просто точно так же. Ну, например, вот был такой тест. И воспаленный зуб, да? Вот насчет зубов, потому что там... Вот воспалился зуб. Это очень важно, потому что... Прикладываешь вот конкретное место, которое воспалилось. Держишь там 5-6 минут. Ну, и покручиваешь, сколько надо, да? Ну да, вот здесь. Сколько чувствуешь, да? Зубное воспаление всегда вызывает, как правило, стрептококи чаще всего. Ставишь там стрептокок, генеральный стрептокок. Не надо там углубляться именно, какой будет достаточно сильный сигнал, чтобы всех их убить. Или предстательная железа. А вот это очень серьезно, потому что, ну... Предстательная железа. Тем более мужчины, они, ну, в основном работают, трудятся в таких местах, где они простужаются и... Предстательная железа. Ставишь, один из электродов берешь, ставишь просто под голову и в задницу. Ну да, это необязательно все ставить, мы не будем. И берешь второй электрод в руки, тут даешь коксус. Ну да. Экспресс-вылечивание есть для предстательной железы. Экспресс-вылечивание предстательной железы. Этот электрод ставишь между ног, а второй электрод, вот этот, прижимаешь вот тут. Ну сзади, да. Чуть-чуть ниже поясницы. Вот так. А этот ставишь между ног. Тогда получается экспресс-вылечивание. Ну это, правда, слезы в глазах. Конечно. Коешь коксу? Ну для таких экстремалов, которые... Ну это да нечего, буквально моментально. Каждая пять минут. Вот так же и можно предстательную железу. Только коксу надо много дать, просто сразу много коксу надо дать. И он вообще-то, у него же простатит у Владимира. Он же рассказывал, да? Да, да, там ходил. И четыре раза он что-то там ночью ходил, а сейчас он вообще-то вообще уже как бы ночью не просыпается. Он говорит, что больше не ходит по ушей ночью, не надо. Ну он там месяц занимался. Ну у него запущен этот простатит. Ну у него говорили операцию надо делать. Ну так он говорил, мне рассказывал, что ему говорили летом уже все, все уже, уже вообще надо делать. Или будет очень плохо. Ну у него больше не надо ничего, конечно, делать. Ну вот месяц. Ну это тяжелый случай. Ну он мне говорил, две недели, или я говорю, уже три прошло. Он говорит, разве три прошло? Я говорю, ну да, вроде бы три. Мама говорит, может ты. Ну в любом случае это в принципе у него очень хорошо помогло. Да, помогло, помогло. Вот это очень важно. Ну еще такой момент, в принципе вот насчет этих всех, скажем, вот зубов. Зубной боли. Человек же не побежит ночью, правильно? Куда-то, к какому-то зубному врачу. А, со зубным у меня у самого было, что зуб очень болел. На работе у меня такой же прибор стоит, да. Просто чтобы он был в пользовании работников. И вот в общем у меня очень болит зуб. И я прикладываю вот такой же, да. И держу там пять минут. Когда я убираю электрод, у меня зуб все равно болит. Но наполовину меньше. Наполовину. Ну в течение пару часов он больше перестает. То есть он быстренько, через пару часов он больше не болит вроде бы. Ну все нормально как бы, да. Ну это так. Так у меня было, лично у меня. Ну это очень конечно серьезно. Ну приезжал как-то знакомый, у него челюсть опухшая была. Что-то у него там не знаю. Потом звонил по телефону на следующий день, что у него прошла челюсть и перестала болеть колено. У него электроды под пятки. Вот такое он прикладывал к челюсти. Ну через колено тоже протекал ток. Ну он говорит, колено болело четыре года уже. Я привык к этому, что колено болит. И не обращал на это внимания. Но сегодня у меня и колено не болит. Ну вот наш знакомый, да, там у него с этой проблемой шея была, да. А, ну давайте проходит. Ну он мне рассказывал, в принципе я узнал от него про этот аппарат вообще, что такое как бы есть. И он там в принципе как-то за один раз даже вот. Ну так, если он дал коксу, то за один раз. Это разница между односторонним и двухсторонним. Односторонним ты не можешь дать коксу. Не можешь. Сколько есть, столько он выдаёт, выдаёт. Ну если ты дашь коксу, у тебя электродиз начнётся в организме сразу. Ну да, то что мы уже выяснили. Да. А на двухстороннем ты просто можешь дать коксу. Экспресс, ничего не устроит. Ну быстро, тебе надо куда-то очень связанные дела. Ты в принципе раз быстренько по темпел 15 минут. Да. На одностороннем надо очень долго сидеть. Там ну по 40 минут это самый-самый минимум. Одна частота самый-самый минимум 40-45 минут. Иначе толку вообще не будет. А на двухстороннем ты просто даёшь больше кокса и всё. Электродиза никакого. А патогены, ну ты их забрасываешь не маленькими камушками. Да. А ты хорошим, серьёзным сразу. Пулемётом капитальным. Ну не то что маленького камушка может у них неприятно. А у большого так окра вместе не останется. А ещё какие-то были случаи такие интересные? Да, в разных случаях много. Такие смешные может быть даже казусы были. Ну людям просто было бы интересно. Потому что ну это всё очень важно. Больше всех удивляет то, что насморк исчезает через 5 минут. Вот больше почему-то все этому очень удивляются. Как было странно, что на самом деле он исчез. Просто взял и исчез. То есть если человек вообще заболел и у него сильный насморк. То типа да, насморк исчез там в течение двух часов. А если он в общем-то здоров, но у него насморк сильный. То насморк исчез через 5 минут. Да. Ну так. Но это всех удивляет очень. Как это вот да, на самом деле он исчез. Ну а так как бы все довольны. Есть такая вещь. У людей, у которых скажем за 50 лет за время жизни накопилось очень много этих вредных бактерий, там вирусов, паразитов. И организм не очень-то на них обращает внимание. То есть когда у нас... А, у меня как лично было. То есть вот когда у нас 20 лет, там 25 лет, у нас их не очень-то много в организме. Да и очень бодрый человек сам себя чувствует. И человек бодрый, да. Когда у нас там 50 лет, да, или более, тогда у нас их много. Мы привыкли к этому. И нам кажется нормально то, что ну мы ведь устаем быстрее, чем в молодости, да. Нам же побольше отдохнуть надо, чем в молодости, да. Ну когда начинаешь прибором пользоваться, то эти все убиваются в первые дни, если вот очень мощно пользоваться так. Первые дни, вот у меня лично выбивало много поту. А у кого-то, вот у моей мамы было то, что ей тошнило первые 4 дня. Ну на пятый день она говорила, у меня что-то наступило какое-то ощущение счастья. Ошущение счастья. И больше абсолютно не думал... У нее вот так сказать рак был, да. И я абсолютно не думал об этом. Мне это казалось... У меня было ощущение счастья. То есть оказывается, вот я убил своих патогенов. И оказывается, я опять могу бодро много чего делать. У меня не надо отдыхать, как вот все время было. Я, ну, с виду-то, не стал двадцатилетним. Но энергии у меня, ну, может не было как у двадцатилетнего, но как у тридцатилетнего, скажем. Вот она была. Ну все-таки двадцатилетний разница, это серьезно. Это было очень... Это очень удивило, да. А как это так, да? Вдруг я могу опять-таки бегать там, делать там, успевать. А как это? До сих пор ведь так не было. Я уж как бы позабыл. Ну да, было давно. Прошло. Уже не то. А тут оказывается, что можно. Да. А еще такой момент. Вот сексуально-трансмиссивные заболевания, они сейчас очень-очень распространены. И что ты можешь вот сказать насчет вот этого? Ну, их можно вылечить точно так же. Ну, ставишь один электрод. Ну, то же самое, да? Ну, в принципе, да. Там чуть отличаются методики в некоторых случаях, но очень эффективно. Уреоплазмы, микоплазмы, микоплазмы. А вот эти занятия то же самое. Десять-пятнадцать занятий, да? Да, да. Ну их можно вылечить за несколько дней. И не надо ли, если так же. Надо по ним быть. Я вот смотрел эти частоты, да? Там еще были секс-дисфункции. А что это вот означает? Для чего это все? Ну, это настро... Это... Ну, я не пользовался. Я после того, как после гриппа вылечил своих патогенов, у меня как-то так хорошо осталось этой функции, что мне не надо было. Просто не надо мне было. Я не пользовался. Я думаю, секс-дисфункция. Это там будет типа того, как поддержка печени, там поддержка сердца и так далее. В общем, я пользовался этим. Поддержкой сердца. Мне очень понравилось. Ну, так прекрасно. Поддержка... Даже не убивая там мне патогена, стрептококка, стафилококка или какого-то... Кто мог там сидеть. Их я уже побил, да? А просто каждый четвертый день на пять минут поддержка сердца. То, что я уходил... Вот если устал в течение дня, вечером иду спать и чувствую, как сердце работает. И это немного мешает как-то. А так иду спать и не чувствую, как оно работает. Оно так хорошо работает, что ну... Все. Каждый четвертый день... Еще такой момент в принципе. Потенцию повышает. Это очень... Повышает у всех. Офигенно повышает. Будет интересно мужчинам, потому что ну мужчинам... Кому как, да? Кому 50, кому 80. Да. Это все такое дело. Потенцию повышает офигеть. Ну а вот какие-то там... Ну а вот какие-то там... То есть с утра как солдат стоит. Ну это, ну скажем, ну ты его сравниваешь, например, вот там 18 лет и скажем, ну 58 лет там или 53. Ну и 58 лет не тот возраст, когда надо попрощаться, да, с любовными делами. Пользуешься даже просто, когда подавил своих основных паразитов, с утра уже стоит как солдатик. Каждый, ну как... Ну это уже как вот... Да, это так. Это просто организм освободился от части этой нагрузки. И у него легче. У организма. И он исполняет свою функцию. Ну это очень важно, вот этот момент тоже, потому что ну... Было очень приятно. Яни, что ты мне вот это все рассказал. Я думаю нашим зрителям будет это очень интересно. Все. Всем большое спасибо за внимание и успехов в личной жизни и в труде.